Всем тихой ночи! Время новостей мира SCP и всех подобных проектов, вернее по большей части одной новости, но прежде чем рассказать о ней, мне нужно сообщить вам, что я наконец сделал черные футболки с предупреждением о меметической угрозе, потому что многие люди говорили, что белые вещи пачкаются, а на черном грязи не видно. Так что вот черная версия, так сказать ночная тема, ссылка в описании. А еще не так давно сайт SCP, Backrooms и многие другие перестали быть доступны в России и Белоруссии. Все началось с большого взлома сервиса Wikidot, на котором все эти сайты основаны. Да, если кто не знал, сайт SCP не самостоятелен, он сделан как бы поверх похожей на Википедию штуки, которая в один прекрасный день перестала работать, а вместе с ней перестали работать и все сайты на ней основаны. И почти неделю не было понятно, восстановятся они вообще или нет, так как хакеры серьезно повредили все базы данных, которые пришлось восстанавливать из резервных копий и перезапускать все с чистого листа. Почти неделю люди гадали, утеряны ли SCP, Backrooms и другие сайты навсегда, или ущерб, причиненный хакерами, не так велик. Но что же это были за хакеры? Конечно же, это были русские хакеры. Да, администрация Wikidota сразу обвинила в случившемся страшных русских хакеров, и после восстановления своих баз данных, вновь открывшиеся Wikidot'ные сайты оказались недоступны посетителям из России. Но странно думать, что такая вот блокировка может остановить хоть кого-то, кто хотя бы прочел книгу Windows для чайников. Так что дело явно приобрело политическую окраску, ведь попутно админы Wikidota заявили, что блокировка обусловлена тем, что российское правительство не слишком дружелюбно ведет себя по отношению к интернету, молчаливо одобряя подобные атаки. В общем, огораживают нам сеть не только изнутри, но и снаружи. Окружили нашего интернет-брата с двух сторон. Вскоре, правда, возник вопрос, а был ли мальчик? В смысле хакер. Внезапно объявился некий пользователь под ником Revolt, который, по его словам, был специалистом по информационной безопасности. И рассказал, что когда он увидел, что Wikidot снова не работает, он решил воспользоваться этой возможностью и как-то залез в систему, что и было расценено администрацией Wikidota как деятельность русских хакеров. Объяснение, конечно, сомнительное, ведь получается, что в принципе-то сайт он взломал, вот только сломался он до него. Но главное, что Revolt действовал не из России, а только пользовался прокси-сервером с российским адресом из другой страны. Короче, версия Revolt заключается в том, что админы Wikidota сами поломали свой сайт. А чтобы не сталкиваться с гневом, представители сотен сообществ, которые пользуются их сервисом, объявили виноватыми хакеров. И такое, кстати, уже было. Люди, работающие в Wikidota, уже один раз пытались спихивать свои косяки на мифических хакеров. Так что им не особенно-то и верят. Но стоит ли верить Revolt? Ведь незадолго до того, как Wikidot перестал работать, была взломана русская версия сайта. Тогда хакер смог получить доступ к странице администратора сайта и удалил всех других админов и модераторов, став ненадолго единоличным владельцем ресурса. Ничего особенного он сделать не успел, так как его проделки удалось откатить. Однако сам факт такой был. И хакер какой-то тоже был. В общем, дело совсем мутное. Администрация английского SCP выступила против такой блокировки. Но на момент выхода видео она всё ещё действует. И посетить сайты, созданные на Wikidota, без каких-то хитростей невозможно. Хотя кто сейчас такие хитростей не знает. Такие вещи, как VPN, Tor, прокси-сервера и всё прочее, используются уже, наверное, всеми, а не только какими-то хакерами. Так что какого-то смысла в этой блокировке, кроме политического, как-то и не видно. Но что же делать российскому филиалу фонда? Пока что была создана аварийная версия сайта, на котором можно читать объекты. Но вот какие-то другие функции на нём не работают. Нельзя посетить форум, создавать страницы, оценивать их. Что, впрочем, наверное, не так важно для обычного посетителя. Ведь читать статьи-то уже можно. Но полноценной жизни SCP как сообщество на русскоязычном сайте сейчас нет. Но что же делать в этой ситуации? Конечно же, есть вариант ждать, когда всё разрешится само по себе. И Wikidota берёт блокировку. Но он выглядит как-то совсем уныло. Потому было выбрано другое решение – создание своего собственного сайта. Вообще, вопрос перехода с Wikidota на что-то ещё обсуждался достаточно давно. Потому что сервис этот часто ломают. Да и нередко он ломается сам по себе. В нём полно разных необъяснимых багов. Например, многие люди просто не могут завести там аккаунт. Потому что на имейл не отправляется проверочный код. Да и возможностей Wikidota явно не хватает. Из-за чего, например, до сих пор не получается создать полнофункциональное мобильное приложение по SCP. Одно время английский филиал хотел создать полностью собственный сайт с кучей крутых плюшек. Но одно дело обсуждать, как бы классно было бы сделать свой сайт. А другое реально его сделать. Так что эту идею быстро забыли. RuFilial продвинулся дальше. И вроде бы даже где-то в 2020 году разработка сайта началась. Но довольно долго об этом ничего не было слышно. Сейчас вот появился отличный повод её возобновить. Для этого RuFilial открыл свой Boosty, где собирает средства на такую разработку. Ссылку на него оставлю в описании. Кстати, там есть и мой Boosty, где можно подписаться. Для начала будет воссоздан весь функционал оригинального сайта. А потом, возможно, добавят какие-то ещё плюшки. Кстати, пожелания разработчикам вы можете высказать там же, прямо на Boosty. И, возможно, в будущем на сайте SCP появится именно то, что вы бы хотели там увидеть. В общем, сообщество фонда, несмотря на происходящее вокруг, что-то да делает. А вот что будет делать русскоязычный Backrooms, пока непонятно. Возможно, присоединиться к новому сайту SCP. Насколько я понял, администрация фонда в целом не против такого развития событий. А может будет делать что-то ещё. Сообщество за кулиси пока просто ждёт, что будет дальше. В конце концов, Backrooms можно читать на сайте, основанном на движке Fandom.com, который от Викидота никак не зависит. Так что у них проблем поменьше. Хотя контента на фэндоме по Backrooms очень мало. А вот английские SCP, похоже, не так дружат с английским Backrooms. Ведь недавно на страницах Инглофонда появилась статья, заглавленная как Buzzrooms, то есть ванные комнаты. Довольно забавный стёп тот концепции задних комнат. Если путник будет слишком много взаимодействовать с водой, он попадёт в мир, состоящий из вадных комнат и унитазов. В нём встречаются ужасные аномалии, а также может попадаться пугающая сущность. Рогатый и мохнатый ужас. Некоторые говорят, что это просто козёл. Но это не просто козёл. В общем, довольно внушительных размеров страница, наполненная в прямом смысле туалетным юмором, высмеивающим все основные концепции Backrooms. Ладно, а что, собственно, происходит в сообществе SCP, кроме скандалов, интриг и расследований? Ну, например, произошёл довольно большой конкурс рассказов, главной темой в котором были внутренние департаменты фонда SCP. Как же фонд нанимает новых сотрудников? Что происходит, когда в зоне содержания начинается пожар? Что делать, если какой-то из агентов хочет отправиться на пенсию? Уж если вселенная SCP потеряла в загадочности, то теперь пришло время описать каждую деталь этого мира. Прошло это мероприятие довольно успешно. На него было представлено 165 работ от 20 команд писателей. Да, конкурс проходил не между рассказами отдельных писателей. Авторы SCP создали целые ветки канона, работая сообща. Так что получилось не куча разрозненных рассказов, а весомое расширение канона фонда, что вполне стоит отдельного видео в будущем. Рассказов и истории на сайте становится так много, что разобраться в них становится практически невозможно. Но недавно на основном сайте появилась страница с рекомендациями, обновляемая раз в месяц, где самые интересные рассказы последнего времени сгруппированы по жанрам. В общем, контент сообщество SCP поставляет стабильно, так что и видео на этом канале будут выходить. А вот русскоязычный филиал действительно переживает сложные времена, что, наверное, не новость. Но, как говорится, трудные времена порождают сильных людей. Так что, надеюсь, сайт, который они в итоге сделают, поднимет наш SCP на новый уровень. Всем пока!